Итак, к новостям. Водный вопрос на сегодняшний день остается одним из острых для города и соседних территорий. Цифры, которым приковано внимание жителей всю осень, это уровень воды в Цемлянском водохранилище, которые с каждой недели бьют рекорды на понижение. Да и сложно не заметить, как за последнее время обмелел залив. Рукотворное море загрязняется, заиливается, мелеет и становится похоже на лужу. Почему так происходит и что делается для предотвращения гибели водохранилища, материал Артема Андросова. Несмотря на расхожее мнение о том, что в одну реку дважды не войдешь, Волгодонск вновь может открыть книгу своей истории на странице октября 2009-го, когда тысячи человек на три дня остались без питьевой воды. Тогда уровень наполнения рукотворного моря составлял 32 метра 68 сантиметров. Сегодня он еще ниже, почти на метр. И это главная причина для волнения в коридорах власти и среди горожан. В этом году не было серьезного паводка, который мог бы существенно пополнить запасы воды, неоднократно говорили на различных совещаниях. Это и привело к образованию островов. Залив обмелел, рыба ушла. Берег стал месивом из грязи и ла и ракушек. А новые земли не подпускают рыбаков, к воде можно увязнуть. На уху наловлю и пошел домой. Это сейчас, черт его знает, куда идти надо, чтобы посидеть только. Тут и сидеть негде. Предугадать такое первостроители Волгодонска и те, кто возводил плотину, вряд ли могли. В советское время хоть и строили наскоро, сделали на совесть. Укротив воды великих рек и пустив их по рукотворному руслу в 51-м, строители были уверены – город обеспечен и электроэнергией, и водой. На 2 сентября были открыты одно за другим 8 тонн отверстий плотину. Нашла вода. Куда и зачем она пошла сейчас, однозначно ответить не может никто. Изначально предположили, что на вращение турбин цевлянской ГЭС уходит слишком много воды. Но выяснилось, что вклад гидроузла в единую энергосистему страны не так уж и велик. Да и вообще ГЭС работает в ограниченном режиме. Цевлянский гидроузел все равно работает в своем режиме. Он в строжайшем контроле, в режиме экономии работает – 300 кубов в секунду всего она все сбрасывает. Поступление сейчас 240 кубов. Калач дает обычно в это время, так и дает. То есть идет тенденция все равно снижения. Цевлянское море стремительно умирает. И причин тому много. Это и активное судоходство, и забор воды на орошение, и сброс отходов производства и жизнедеятельности, и даже снижение рыбопродуктивности. Сейчас вся надежда на весенний паводок 2012 года. Если уровень воды не повысится, то это может привести к реальной катастрофе. Когда не набирается уровень, здесь возникают параллельно проблемы, такие как активное развитие синих и зеленых водорослей. Визуально мы видим, что появляется грязная вода, потому что объема воды нет, разбавления нет. Конечно, несколько лет подряд пытались очистить водохранилище от синих и зеленых водорослей. На средства Ростовской атомной станции приобретали хлореллу, которую запускали в море, и которая поглощала пищу синих и зеленых. Вследствие чего вредные микроорганизмы гибли. Но сейчас пошли по другому пути. Не травить водоросли, а очищать от них. В городе заканчивается реконструкция станции микрофильтрации питьевой воды. На сегодняшний день ведется строительство здания отделения моллюска тресены, тропушки, водоводы. Водохранилище прокладывается и трубопровод с промывных вод. По проблемам есть водохранилище, тогда надо, чтобы было участие федерации. Потому что область, она тоже не может заниматься, это федеральный объект водохранилища. А по водозабору, я знаю так, что есть какое-то движение, что, я думаю, область в будущем созреет, чтобы основную долю затрат взять на себя. Проблемам водоема планируют посвятить расширенное заседание экспертного совета. По мнению инициатора проекта, председателя Городской думы и руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Петра Горченюка, к решению этой проблемы необходимо не только подключать власть, но и привлекать общественность. Чувствуется, что возможностей власти недостаточно. И мы хотим как-то уже привлечь к этой проблеме и общественность. Потому что, конечно, структуры областные, федеральные, они будут заниматься. Но они будут заниматься, скорее всего, тогда уже, может быть, когда уже случится что-то. И, в первую очередь, мы горожане, власть городская и горожане все должны, в первую очередь, нам это ближе всего. До критической отметки в 31 метр уровень воды в водохранилище пока не дошел. Но если он опустится ниже, то Волгодонск столкнется с проблемой гораздо более серьезной, чем два года назад. Тогда-то вода была, хоть и грязная. А теперь водозабор просто окажется на суше. Артем Андросов, Сергей Овчаренко, Иван Иванков. Новости ВТВ.